давно вас не было подкаста здоров марк привет дорогой очередная серия люди дела и сегодня у нас госта в гостях сегодня у нас марка ващенко и сегодня уже сколько времени 21 час мы снимали много контента подустали но я думаю тем не менее у нас все равно получится хороший разговор ну давай знаешь как с чего начнем чуть-чуть немножко расскажи про то что ты делаешь а я дополню для зрителей можно даже для зрителей рассказать ему потом да я тебе расскажу на зрители увидят да я сейчас управляю строительством технически сложных ремонтом ремонт строительство интерьеров это правильно называть ремонтировать можно не знаете телефоны или ботинки поэтому у нас есть строительство интерьеров технически сложных и вот я занимаюсь управлением и контролем этого строительства по сути, генподрядчик по строительству технически сложных интерьеров. Также мы планируем сейчас скоро продавать готовые дома на продажу строить, потому что это более такой системный получается бизнес, это более фабричный бизнес, более интересный. Вот мы сейчас к этому готовимся, разрабатываем модельку. Мы сейчас вернемся туда куда-нибудь дальше, куда мы идем. Я хочу сейчас понять, вот что сейчас ты делаешь конкретно? Я управляю проектами. Есть субподрядчик. То есть посредник? Нет, дорогой, ты что? Попробуй сам поуправляй. Я хочу, чтобы ты разложил. Моя задача очень простая. Ко мне приходит заказчик, который работает на своей работе, делает ее хорошо. Задача его оплатить услуги моей и моей команды, субподрядчиков, чтобы купить интерьер так же просто, как купить можно, не знаю, автомобиль. Ты пришел, платишь в одно окно, получаешь готовый результат. Другими словами, немножко для зрителей, я так примерно понимаю, хочу, чтобы мы до конца сформулировали. То есть управление и ведение проектов клиента, то есть ты исполняешь все абсолютно хотелки, которые хочет человек. Он тебе приходит с дизайн-проектом, а и дальше, дальше его задача просто оплатить вовремя, а твоя задача все согласовать, доставить, выбрать. То есть не часть какую-то там, все до самого последнего, скажем так, я не знаю, там самореза, даже где-то плохо стать самореза, до последнего коврика, а потом еще и обслуживание этого всего. Потому что ты в том сегменте, когда ты живешь долго с человеком после. Ты мне даешь доступ на объект, или доверенность оформляешь, мы даже замок тебе высверлили, ничего страшного, вот с доверенностью все нормально будет. Ты даешь мне деньги, и ты даешь мне... Ну как бы так со стороны, это мечта такая вот. Ну это не мечта, это работа просто. Не-не-не, многие считают, что как бы вот если им полностью вот бы доверили, то все у них бы хорошо было. Ну смотря кому. А сегодня мы постараемся размотать, что нет. Ну смотря кому, да. Какое количество проектов сейчас на данный момент в работе? Три. Три проекта. И это оптимально или нет? Можно больше. Ну чуть-чуть. Пять. Ну с учетом того, что у тебя нет личных помощников. У меня есть один помощник, он занимается тем, что проверяет допуски и отклонения на объекте. То есть этот человек приходит, проверяет, прикладывает правила, проверяет лазерным оси по строителям, правильно ли все стоит и все. Такой так называемый технадзор. Ну строительный контроль. Технадзор это все сторонняя организация или сторонний субъект со стороны заказчика, если правильно юридически. Мы к этому уже перейдем. Это менеджер строительного контроля. Мой помощник, то есть я это могу делать, всю эту работу, но она очень много времени занимает, она реально рутинная. Ты решил не расти, у тебя же есть опыт работы с разными, скажем так, структурами, начиная, если я не ошибаюсь, строили вы коттеджи. Я коммерческим директором работал и директором по развитию в девелопусской компании. В девелопусской компании. Потом ты работал со 101 групп. Нет ни одного подкаста, где мы не упоминаем так или иначе 101 групп очень долго. Мы к этому тоже вернемся однозначно. Что такое для тебя 101 групп? Обязательно запомни, если я вдруг уплыву куда-то, вот прямо вопросов мы будем обсудить. Запишем. У меня своя фирма по ремонту и хотел больше углубиться именно в отоплении, в котельных, чтобы больше давать сервиса и качество для наших любимых заказчиков. Я уже работал в профессии, уже работал в этой специальности. Я все равно пошел учиться, я много нового знал. Я просто рекомендую именно этот курс, потому что он вошел, как говорится, вштырило меня. Поставил ролик и заглубился. Вот это правильно. И ровненько его веду. Прижимаю его к крем. Ни капли не пожалел. Очень приятно. Знакомств много. Благоприятная обстановка. Ребята все веселые, общительные, дружный коллектив. Что, по уровню вешаем или так на глаз? Люди, которые прошли весь путь, делятся опытом. А когда есть точные, сведения, какие-то ссылки на ГОСТ, это никто не дает. Это очень ценная информация. Это идеальное место для того, чтобы прийти, послушать, получить, как дополнительное образование, и идти во взрослую жизнь, делать и кайфовать. Это кайф. А на данный момент ты решил не строить большую структуру. Все же говорят, вот я там типа 20-30-40 человек в личном подчинении. Типа вот моя компания, вот у них тут у всех будет так написано и так далее. Для, опять же, зрителей. Марк, у него уникальный продукт, он сейчас чуть-чуть дальше расскажет, потому что я уже в очередной раз вижу, что человек про свой продукт как-то стесняясь рассказывает. Ну, не знаю, хотя Марк – это не из тех людей, кто стесняется. Суть моей работы – это dark kitchen, так называемая. То есть ты архитектор. Окей. Я считаю, что с точки зрения бизнеса дизайн интерьеров для частных заказчиков это розничная продажа чистовых материалов, унитазов, всего остального. Потому что это является приоритетный канал продаж любых производителей. Это архитекторы, партнерка, грубо говоря. У них какая задача? Стройка для них, с точки зрения бизнеса мы говорим, сухо смотрим, стройка для архитекторов должна быть таким этапом, который нужно просто сделать, сделать хорошо, классно отснять контент, там, портфолио и перейти уже к меблировке и подобным вещам. Вот ты архитектор, я говорю, Рувим, окей, ты делаешь проекты классные, у тебя есть заказчики, ты в пищевой цепочке стоишь раньше меня. Нормальный заказчик, если он хочет индивидуальный проект, там вот и такая вот классическая семья, там папа работает, мама красивая, папа приходит, деньги кладет на стол, говорит, дорогая, иди выбирай архитектора, я вон купил квартиру, квартиру вместе выбирали, планировку, все такое, и они начинают искать, как им сделать красиво, ты делаешь им проект, но они не ищут строителей, они начинают искать строителей тогда, когда им нужно снизить бюджет и так далее. А поскольку, если у тебя, например, технически сложный интерьер, хрен ты строителей этих найдешь, это проблема большая, а я технически сложными интерьерами только занимаюсь, поэтому они приходят к тебе, ты рисуешь проект, который очень сложно построить, тебе эта задача такая проблемная, потому что ты получишь по голове от заказчика, если что-то ты не то нарисовал, какую-то выдумку, и тебе надо просто этот вопрос закрыть. Вот я прихожу к тебе, говорю, Рувим, называй меня как хочешь, можешь меня называть сотрудником вашей компании, всю нашу команду, можешь под своим брендом все делать, неважно, я вопрос со стройкой закрою, у тебя все будет хорошо. То есть это dark kitchen, и получается у нас… Поясни это понятие. Темная кухня, которая не видна, то есть условно, мы можем уже стоять несколько ресторанов с разными вывесками, с разным интерьером, с разным уровнем обслуживания и с разным меню, но все это готовится на одной кухне. То есть я это та самая кухня, на которой это все готовится. То есть другими словами, ты работаешь с несколькими известными компаниями Москвы, и они твою работу выдают за свою. Нет, нет, абсолютно не так. Почему? Это опция. Ты мне только что вот так сказал. Это опция. Если ты нормальный заказчик, условно, который хочешь закрыть все в одном окне, ты берешь такой архитектор и говоришь, дружище, поздравляю, а теперь ты за все отвечаешь. Бюджет, сроки, нужно найти виноватого. Сто процентов. Вот. Ты будешь виноват, поздравляю. И тебе нужны партнеры, чтобы это все реализовать. Потому что ты потом не скажешь, строители плохие, это ваши строители. Вот я тот сам партнер, который может тебе эту услугу оказать. Еще раз говорю, другими словами, то есть на одном объекте ты можешь называться, здесь мы делаем там компания там пупки, а вот здесь мы делаем, неважно. То есть абсолютно тебе не... Мой продукт покупаешь ты, а не заказчик. Да. По большому счету, вот у меня такой посыл. Основной мой клиент, да, мой клиент это заказчик, я там напрямую общаюсь, но основной клиент мой, именно долгосрочный, это все-таки архитекторы. Какие-то дизайн студии и архитекторы. Которые выдают, еще раз говорю, за реализацию своего проекта. То есть они это везде показывают. Они не выдают, они могут просто, ну, никто не говорит, что нужно большую надпись писать Ивашенко, да, на всех объектах. Ну, да. А оно мне денег, как бы, не принесет. Никакого коммерческого эффекта. Но все же ведь хотят строить, типа, свои личные бренды, там, компании, и так далее. Ну, это все от эго зависит человека. Если мы говорим, мы можем ее называть как угодно. Есть продукт, есть цена, есть сроки. А договор, кто на себя оформляет? Я. Договор ты на себя оформляешь. Ну, опять же, это опционально. Хочешь, можем тебя оформить, это указать. Понятное дело. То есть ты договариваешься, то есть ведешь субподряд, получается, если вот так разобраться. Ну, фактически, да, я субподрядчик. Есть еще субподрядчики по мебели, отдельно, отдельно. Я могу за... Нет клиентов, которые к тебе приходят. Бывают, но это не системная история. Ну, то есть по большей части большая часть... Для того, чтобы делать для B2C аудитории, нужно давать полный цикл. Понимаешь? То есть ты должен к клиенту обратиться... Ну, у тебя все равно B2C, это же не B2B совсем. Нет. Предложение может быть это как бы B2B, но вроде как. Нет, заказчик это плательщик. Но ты все равно с ним вообще... То есть есть клиент, клиент это маркетинговая категория. Да, клиент. Это то, кому ты продаешь. Да. А плательщик или там заказчик, это юридическая и бухгалтерская категория. Это разные вещи. То есть тебе все равно абсолютно, какую цену назовут там. Абсолютно не зря. Ты называешь цену кому? Я называю цену архитектором. И все, и дальше не лезешь. Да. Но при этом ты деньги берешь у заказчика и соответственно если ты берешь деньги у заказчика, ты передаешь в конверте архитектору. Нет, нет. А как? Смотри, давай так. Я изначально... Это меня меньше всего интересует. Просто... Нет, я тебе объясню. Я изначально прихожу к архитектору, говорю, привет. Я не могу продать свои услуги. Ну не могу их продать. Кому нужно, частному клиенту, особенно там с высоким бюджетом, с техническим... Ну ты называешь архитектором, дизайнером. Я не люблю слово дизайнеры. Ну вот оно какое-то архитектор интерьеров. Есть раздел АИ. Архитектура интерьера. Вот архитектор интерьеров. Будем называть архитекторы. Ну то есть классические вот эти дизайн-проекты, которые сделал один-два человека там в лучшем случае, и они к тебе приходят и говорят, короче, нужно продать вот это за 150 тысяч за квадрат. С тебя полтинник, за сотку делай. Вот с такими ты тоже работаешь? Да без разницы вообще. У любой компании, у любой коммерческой структуры есть определенный бюджет на маркетинг. Да. А маркетинг может быть разный. То есть ты можешь рекламу пустить там, не знаю, в Яндекс Директ, да, а можешь через партнерку работать. И условия партнерских соглашений это коммерческая тайна. Ну я так и понял. То есть я про что и говорю, что соответственно твой самый главный бизнес это не откат все равно, а исполнение обязательств. Конечно. сделать так, чтобы работа была сделана отлично. Конечно. Это главный условие. Потому что очень часто я более скажу, ты как-нибудь там сделай, как бы вот нам столько откатить. Это не работает. Нет, это вообще не серьезно. Это никто не купит. Потому что архитектору нужен прежде всего шоурум за чужие деньги. Вот это хорошее. Вот заказчику нужен готовый интерьер без проблем, чтобы он, я говорю еще раз, купил его как автомобиль. Это его заказчика интерес. Не трогайте меня, сделайте мне красивый. Я хочу заехать. Ну да, это такой сегмент. Другой сегмент, там другой принцип совершенно действует. Если мы уходим в дизайн, это тоже другой бизнес. И если ты хочешь работать в B2C сегменте, с конечным потребителем, именно продавать свои условно услуги конечному потребителю, ты должен давать полный цикл. Это сильное предложение. Когда ты приходишь и говоришь, чувак. Ну подожди, то есть ты не отвечаешь за те кухни, которые у тебя собираются. Управление и контроль на моей стороне, монтаж не на нашей. У нас же комплексный продукт. То есть у нас даже на сайте написано там организация и контроль сверху и дальше список строительно-монтажных работ. Остальное мы организацию и контроль оставляем, но я не отвечаю, грубо говоря, я не могу никак влиять, например, на качество приклейки шпона. Ну не могу я на это влиять. Никак. Но ты же рекомендуешь ту или иную компанию использовать? Нет. Как правило, это отдельный. Это уже там выше сделали. Да. Я один из... Как ты думаешь, в каком-то сегменте? Вот подели на сегменты? Подели на сегменты рынка. Спасибо. Я считаю, что вот некоторые говорят, есть премиальный ремонт. Для меня это абсолютно дикая вообще ересь. Премиальный ремонт это как премиальные медицинские услуги или там премиальное лечение каких-нибудь тяжелых заболеваний. Что значит премиальное? Оно может быть либо эффективное, либо неэффективное. Как я позиционирую условно там свой продукт? Мы делаем А по СП и по прочим отраслевым нормам. Подожди, штукатурка по СП, она там... Еще раз, я говорю А по СП и прочим отраслевым нормам. Где-то мы диновскими стандартами, если считаем их лучше, там немецкие стандарты, то, что там сверху не шпаклевкой забиваешь над каркасной перегородкой, а герметиком акустическим. Нам так больше нравится, мы считаем так правильнее и это действительно правильнее с инженерной точки зрения. Мы делаем так. Но мы всегда следуем отраслевым нормам. Это раз. Второе. У нас повышенные стандарты точности, то есть мы гарантируем смело, большими буквами, 2 миллиметра отклонения от проекта максимально. Это наш продукт. Это не ТЗ. Мы по-другому не умеем. Мы как бы хуже не умеем. Средняя стоимость работ всех для человека, который нанял твою компанию. От 70 до 100 плюс тысяч. Нужно понимать, что бюджет закладывается не от хотелок строителей, а от технического задания. Если вам нужно построить комнату в комнате, сверху положить коммуникации, сверху еще один потолок, а сверху еще декоративный, еще транслюценты. Но извините, это 4 потолка, X4, грубо говоря. Поэтому, если так статистически взять, с учетом того, что мы реализуем технически сложные проекты, у нас нет проектов, там, не знаю, пластиковый плинтус, обои это... То есть сколько это в год? В год чего? Ну вот в год примерно, ты говоришь, сейчас у нас 3 проекта, они длятся уже, допустим, месяца по 18. Ну около года. В среднем год. Вот хватает на... А средняя это какая? Квартира 100-200 квадратов. Ну вот 100 идет. Вот 100 квадратов, да? Вот сейчас в работе есть что-нибудь, типа вот как у Форс-Монтаж мне показывал свой проект 1000 квадратов в квартире? Сейчас нет. Там сумасшедшая какая-то. Сейчас нет. Сейчас нет, но... А были такие кейсы? Что-то такое вот прям крупное? Что-то крупного нет. Есть там у ребят, с которыми мы... А как ты думаешь, ты бы справился с большим крупным? Да. Вот в одиночку? Да, наша система позволяет. Это именно система. Наша это твоя? Наша это не моя. Я не один работаю, я же не сам везде. Нет, нет, нет. Подожди секундочку. Но ответственность ты на себя в любом случае берешь. Смотри, когда строится небоскреб какой-нибудь, там один ответственный человек есть всегда, который за него отвечает, который по башке получит. Чтобы знали... И у него команда человек 30. И у него команда еще человек 30, которые ходят на работу. Но ответственный именно руководитель, хозяин объекта. Вот понимаешь, хозяин один. Хозяин объекта один. Это чья земля? Нет, хозяин это тот, кто управляет строительным проектом. Именно вот... Это может быть главный инженер. Так он может вообще... Он вообще не... То есть тот человек, чья это собственность, да, грубо говоря, он никаким образом вообще может стройки не разбираться. Стоп, мы говорим про разные категории. Я говорю, хозяин это в плане человек, к которому ты приходишь на стройку и говоришь, кто здесь главный? И он поднимает руку, говорит, я. То есть этот человек понимает, что после него все, пустота. После него уже должен выйти абсолютно качественный продукт. Вот в этом суть. Понимаешь? Да, да, да. И когда ты строишь многоэтажку, там наверняка есть один человек, который спит и думает, блин, а у нас вот окна прифаб приедут, а вот у нас там криво чуть залили перекрытие на 78 этаже. Встанут ли они шип-пасс или нет, вот эти вот навесные светопрозрачные конструкции. Вот этот человек должен быть. Когда мы строим большие, огромные объекты, разница с маленьким небольшая. У него появляются помощники по закупкам, по всякой прочей операционке. Вот, ну, условно, вот у меня сейчас работает один человек, который… Ну, что такое, сейчас я объясню, секундочку. После того, как ты закрыл, что я имею в виду? Один. Это я имею в виду следующее. После того, как ты закрыл все свои обязательства, которые ты сделал, ты вот эту вот маржу, доход и так далее, оставил всю себе. Это означает один. А если у вас там 2-3 человека, вы ее поделили. Ну, да. То есть, вот, и по факту, то есть, для тебя все люди, которые работают ниже, они, то есть, ни с кем ты пополам не делишься. Вот я к чему. Вот. Ну, есть такое мнение, бытует сейчас, что одному очень сложно, потому что один человек не может быть таким крутым оркестром. То есть, у тебя либо страдает маркетинг, либо у тебя страдает продукт, либо у тебя страдает там продажа, либо что-то еще. Вот. И в идеале работать с кем-то, ну, то есть, в каком-то партнерстве, так или иначе, вот за себя, если мне говорить, пытался делать сам, там, и так далее. Возможно, даже в плане стройки и ремонта, особенно, как ты назвал? Ремонт интерьера. Строительство интерьера. Строительство интерьера. Это просто преклоняюсь, это охренительно. Это правильная формулировка. Я теперь буду его использовать после этого. Строительство интерьеров. А вот когда я занимался исключительно строителем интерьеров, тогда я тоже был вот такой вот вратарь, коня, как их называют, ну, то есть, сам. И у меня там просто 5, 6, 10 человек работало. Но делился прибылью я только сам с собой. Остальные ему как бы их долю там отдал. И все. Почему? Ты сам. Давай вот первую. Почему я должен быть не сам? Мне просто интересно. Я идем от обратного. Смотри. Старая еврейская поговорка. Платить надо тогда, когда не платить уже нельзя. Вот. То есть, когда ты добровольно отдаешь часть своего бизнеса. Ну, если он закрывает там. Что закрывает? Ну, если я могу зарплату заплатить. Ну, логично. Ну, и все. Ну, я понял. Классная позиция. Хорошая. Вот. Окей. И второй из этого вопрос следует. Каким образом тогда ты держишь вот эту свою команду? Ты каждый раз, получается, с разными ценами заходишь на тот или иной проект? Сейчас объясню, как это все выстроено. Есть я. Мои обязанности. Мы говорим исключительно именно о производственной части. Да, да, да. Мои обязанности. Это первое изучение, корректировка проектной документации. То есть, я ее изучаю внимательно, смотрю сам. Если необходимо, консультируюсь с кучей партнеров из разных компаний, производителей, стройматериалов. В КНАУФ там поеду, что-нибудь согласую, еще куда-нибудь. Документация принята. Я готовлю схему выполнения работы, то есть, инструкцию, в которой мы будем собирать этот объект. Потом я готовлю график определенной работы. Понятно, что он плавающий. Это факт. Сроки увеличиваются. Это всем известно. Что-то врать-то, да? После этого у меня есть на каждое направление субподрядчики. Я не стесняюсь слова. Я говорю, у меня нет мастеров. Ну, вот именно мастеров нет. Все, субподрядчики. Вот мы Тему затронули. Вот Тёма субподрядчик. Субподрядчик по сухому строительству. Я делегирую не объектами, как многие команды это делают. То есть, они берут там, пять руководителей проектов нанимают. У меня вместо пяти руководителей проектов около двадцати руководителей компаний, в которых я заказываю те или иные услуги. Ну, которые делают… Ну, то есть, ты же не пользуешься услугами тех, кто делают под ключ. Ну, то есть… Это невозможно собрать под ключ, тебе больше скажу. С удовольствием бы этим занимались. Я все время заказчикам объясняю, если была бы возможность купить работы за 10 тысяч за квадратный метр, продать их за 100, да почему бы нет? Любой смысл любого бизнеса – купить подешевле, продать подороже. Вот, почему бы и нет? Нет, но есть же предложения, которые приходят и говорят, да мы все сделаем. Нет, они не сделают. Тяжелые проекты, технически сложные. Потому что, если делать технически несложно… Нет, они не сделают, это твое субъективное мнение. Ну, они… Мне некоторые проекты скидывают строители вообще. То есть, они говорят, нафиг нам надо этим заниматься. То есть, история в чем? Если ты делаешь простую внутреннюю отделку, тебе лучше нанять бригаду. Вот реально, найти классную бригаду на авито, неважно, по соседям сходите, посмотрите, да, вот совет тем, кто простой ремонт делает. Найдите хорошую бригаду. Будет бригадир, он будет хозяином на объекте, условно, да, вот он будет все знать, сам будет там работать. Вам все сделают отлично и качественно, и замечательно. Все будет супер. Но когда мы начинаем сталкиваться со сложным составным продуктом, где у нас умные дома, где у нас системы пожаротушения, где у нас там работа, там высотные здания, там небоскребы, много-много-много-много субподрядчиков, там вот этих вот классических работ бригады, там вообще ничего не остается, там шпаклевка, и то, которое механизировано, лучше делать по объектам из 600 квадратов. Все делают субподрядчики. Мы посчитали, у нас инструмент, она больше 60 миллионов куплена, и сейчас работает 150 человек. Но они не сейчас прям работают на объекте. То есть это люди, которые участвуют в этом проекте. 150 человек проходят через объект. То есть ты посчитал 60 миллионов инструментов от 120 людей, которые так или иначе соприкасаются с тобой. Но инструмент, естественно, покупают они сами. Нет, есть супподрядчики. Ты делаешь гипсокартон, грубо говоря. Я говорю, привет, Рувим, я делаю комплексный продукт. Твоя задача собрать мне гипсокартон. Моя задача поставить тебе качественное техническое задание, предоставить проектную документацию, обеспечить своевременное финансирование и приемку своевременную. Окей? Окей. То есть я у тебя как бы заказчик. Все. Ты начинаешь выполнять работу, тебе нужны материалы, нужно купить материалы. Но у меня договоренности следующие, что все списки на закупки, либо даже сами закупки по некоторым направлениям, делаешь ты. Ты себе, пожалуйста, купи материал. Я его оплачу. Я проверю и оплачу. Но все проблемы, если что-то не хватило, едь, извините меня, в Леруа сам. Это твои риски. Поэтому я покупаю твои услуги, а не твоих сотрудников. Я беру, получается, да? Получается, я к тебе прихожу и говорю, короче, я сделаю, вот ты ко мне приходишь и говоришь, мне нужен вот такой-то потолок. Я тебе должен назвать сумму по финишу. Ты мне должен назвать, во-первых, сумму, за которую ты готов это сделать. Сразу, сходу. Ну не сходу, изучай. Ну, я имею в виду, да, изучил проекцию, до того, как ты получил первый аванс, скажем так, да? Да, конечно. Вот ты, твои обязанности. Да, вот я гипсокартончик. Я делаю гипсокартончик. Ты руководитель компании своей маленькой. Она может быть из двух, из трех человек, а может быть из 25. Не компания, я себя не называю так. Я себя позовемлю как мастер, у которого есть инструмент. Группы лиц. Группы лиц, да, окей. Вот, хорошо. Бригада. Бригада. Где-то есть бригада, кстати, где-то есть прям компании. Ну да. То есть прям тут. Ну вот прям компания, которая выполняет исключительно там санузлы под ключом. Монтаж климатических систем. Нет, под ключ. Санузлы под ключ, такое не работает. Нет, работает по видам работ. По видам работ. Рассу и делаешь, окей. Гипсокартон, сухое строительство, это другой вид работ. Если ты делаешь и гипсокартон, и, не знаю, плитку, да не вопрос. Давай рассмотрим. Почему нет? Если вы это хорошо делаете. Ну, редко так просто получается. Да, узкопрофильные лучше работают ребята, больше набита рука и так далее. У тебя твой маленький бизнес. У тебя работает 5 человек, или 10, или 30 человек. Ты получаешь прибыль, как менеджеру, грубо говоря, да, вот этой всей истории. Ну, я же не определился. Ну, как правило. Если ты не определился, если мы с тобой не работаем. Не, не, ты не понял. Я внутри, то есть, в любом случае, я еще не определился. Ну, как правило, почему-то так получается. Я вижу маленькие компании, маленькие. Опять же, это я сейчас говорю, как, ну, за, возможно, вот твоего оппонента. Я все понимаю, наверное, я так думаю. Через два года скажу, конечно, что ты ничего не понимал. Вот. И к тебе приходят не очень, как это сказать, ответственные, что ли, люди. Ну, то есть, которые еще не определились, возможно, как, кто у них там главный, и так далее. Ты находишь одного человека. Так не работает. Во-первых, я работаю с верхним сегментом рынка, да, это лучшие. Как правило, там всегда есть человек, который поднимает руку, говорит, я главный, все вопросы ко мне. Кто отвечает за размеры и качества. Кто отвечает за все, и он за это прибыль получает. Этот человек иногда, кстати, может и работать, да, а может и не без разницы. Хоть там бесплатно люди работают, мне это, как это должно волновать? У меня есть один человек, которому мстить, если что, да. Поэтому все окей. И этот человек у меня отвечает за закупки по своему направлению. Покупает себе тот материал, который ему нужно. Возвращает, если он купил лишнее, деньги возвращает на баланс мой, я на баланс заказчика, да. То есть после него должна остаться смонтированная работа, ну, результат работ. Материал не должно оставаться на объекте, все должно уйти, и все должно быть чисто и красиво. Все, пост сдал, пост принял. Зашли следующие. Вот таким образом выстроено. То есть я еще раз говорю, я не по объектам делегировал это все, а это именно делегировано по видам работ. Это более корректное. Плюс есть какие-то ячейки предпринимательства. То есть не просто люди на зарплате, которые там, о, ну я там отвечаю за монтаж, там, не знаю, системы умного дома. Нет. У тебя своя компания, ты хочешь на мне заработать, правильно, прибыль там. Да я не против на самом-то деле. Понятно, что там по цене мы там тендерим это все дело, но зато ты закрываешь, и ты инициативный человек по своему направлению, а я инициативный как генподрядчик. Примерно модель я понял, и она модель самая, на мой взгляд, это самая живучая модель в строительстве интерьеров. Кстати, в мире она живучая. Посмотри, как мосты какие-нибудь строятся, какие-нибудь вокзалы. Там такая же история, там залетает компания, которая делает там что-то, то-то делает, то-то делает. Есть генподрядчик? Не-не-не, я имею в виду мосты, это как раз таки более системное. Там они там вчера не наняли человека и пускают его вязать арматуру. Еще раз объясняю. Найди мне компанию, вот смотри, просто люди почему-то забывают. Возьмите крупнейшие мировые строительные компании. Да. Вы посмотрите, сколько у них проектов. Ну, 10 активных. Реально. У них просто проекты гигантские. И там 10 ответственных человек максимум. Реально. Вот на 10 проектах каких-нибудь глобальных, там, мост, там, или там, завод, 10 человек достаточно. Те, которые будут не ходить на работу, на работу, да, а которые будут именно проживать через себя это, чувствовать ответственность личную, а не просто зарабатывать деньги. Любая компания строительная, она ограничена в масштабировании. Она масштабироваться может, на мой взгляд, исключительно... Подожди, есть же большие компании, которые ведут сразу, там, 20, 30, 40 домов строят. 20, 30, 40 типовых домов. Типовых домов. Вообще с удовольствием. Это уже немножко другая история. Если мы говорим про уникальные проекты, вон, пожалуйста, интерьер Янкович компания. Сербская, очень крупная, международная компания по, кстати, внутренней, вот по строительству интерьеров. Да у них проектов там раз-два обчелся. Но что это за проекты? Московская филармония, Государственный Кремлевский дворец, Большой театр, по-моему, у них там уже в кейсах. Это большие, серьезные проекты. И там есть один человек, который отвечает за Московскую филармонию, который пришел и говорит, все, сейчас мы тут все разрулим. Который работает с утра до ночи, который за все отвечает. Ну и помощники его. Именно вот технические функции, которые выполняют. Ну, я здесь даже не хочу спорить, я полностью согласен, что те, кто занимается отделкой, строительством интерьеров. Это всегда маленькие, несколько проектов. Они, возможно, крупные, но их не... Это ремесленничество. Вот мы с тобой обсуждали, есть фабриканство, а есть ремесленничество. Как это можно понять, грубо говоря, да? Ремесло всегда основано на людях. Вот если тебе людей постоянно не хватает, то где же найти таких людей? Скорее всего, это ремесло. Фабрика всегда основана на капитале. Ты берешь, ставишь одну производственную линию, засыпаешь в одну дырку, и с другой у тебя там, не знаю, теневой плинтус вылезает. Поставил второй станок, у тебя масштабирует... Серега Крав тебя сейчас услышит, скажет. Сереж, привет. Просто вот так скажет. Ну, да. Ну, у него там контрактное производство. Серега, привет. Вот. История именно в этом. Как масштабироваться? Очень просто. Написал регламент, как этот теневой плинтус вытаскивать. Простая операция. Там же тоже очень много задач. Как в одну дырку засыпать, а из другой вытаскивать плинтус? Там нужно разработать, покрасить. Разработать, покрасить? Продвинуть маркетинг и целая куча всего остального. Вопросов нет. Мы говорим, вот прежде всего, суть кроется именно в производстве. Фабриканский вид бизнеса масштабируется очень просто. Дай мне денег, поставлю второй станок, будем в два раза больше плинтуса. А если я не смогу это продавать? Или у меня предложение будет не в рынке? Это немножко другая история. Я еще раз говорю, отличаются, маркетинг не отличается у ремесла и у фабричной компании. Ну реально не отличаются. А вот производство крайне сильно отличается. И все, вот я что-то не видел строительные компании, которые такие, блин, надо масштабироваться. Почему-то все клиенты в себе находят. Только потом не могут справиться с этими заказами. Маркетинг, это не является ограничителем роста строительной компании. Ну не является. Если у тебя качественное предложение, в котором ты исполняешь свои обязательства, не является. Это точно не точка роста. Да, то есть, но это не точка роста. Именно точкой стопа является качество строительства, менеджмент, вот этот вот, именно производственная вот эта история. Поэтому еще раз говорю, если у тебя фабрика, или ты делаешь самые типовые, например, не знаю, внутренняя отделка в пиковских домах. Вот они там привезли, их там по загребе, наклеили там обои, одни и те же обои, одни и те же планировки, там закосячить. Вот там пригодятся все, о чем трещит все строительное сообщество. Техкарты, что там еще, чек-листы, регламенты, вот там это все реально нужно. Вот ты написал регламент, как клеить обои в пиковском доме. Взял вот типовую планировку, написал, и оно работает. Ты нанимаешь людей, быстро их обучаешь, они уже первую квартиру закосячат, вторую они 10 этажей тебе сделают. Оно очевидно работает, никто с этим даже спорить не будет. Но вот, как масштабировать ремесло, да не надо его масштабировать, у него там свои плюсы есть. Ремесло дает репутацию. То есть ты не планируешь 100 квартир делать? Нет, это невозможно. Это глупо и бессмысленно. Покажи мне хоть одну ремонтную компанию международную. Я не знаю. С каменного века все существует, с пещер, люди делают там внутреннюю отделку, строительство интерьера и так далее. И нет ни одной компании, это что, не прибыльно, прибыльно. Это потому что невозможно. Это очень прибыльно. И когда ты в статусе, вот ты передо мной сидишь, идеальный пример того, но ты мне говоришь, три проекта, все. А есть люди, которые приходят и говорят, у нас 100 проектов. Но это немножко другие компании, вот мы про них можем отдельно пройтись катком, да. Это мое мнение, никого не хочу обидеть, кстати, привет всем. Строительство технически сложных интерьеров, да, вот то, это ремесло. Это ремесло. Причем ремесло управленца, ремесло там одного, двух людей, которые, так же, как, например, плитка, это ремесло. А дизайн? Тоже ремесло. То есть, если не ремеслом, например, вот из строительных работ, заливка бетона. Все пропорционально. Нет. Нет, нет, именно вот. Но представь, сколько технических решений в заливке бетона. Одно дело залить плиту, совсем другое залить, даже плиту перекрытия, или плиту на полу, или совсем другое сделать какое-нибудь, я не знаю. основано прежде всего на капитале. Смотри, тут какая история. Там все-таки не такое количество операций, как в внутренней отделке. Гораздо, ну не такое. Там можно сообразить какой-нибудь обучающий центр. Ну вот я знаю одну компанию, которая делает премиальные бетонные работы в Москве. Мы по одной тоже говорим. Кирилл, привет. Да, 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 да. Вот. И как бы, ну, они же, кто они? Они ремесленники. Технически сложные. Но тем не менее, сейчас только что слов, что это... Стоп, стоп, стоп. Я не говорю прям, я говорю заливку, именно когда ты привез вот так машину, миксер поставил. Это да, но это часть продукта. Это часть продукта, да. Но это фабричная часть продукта. Да все равно. Полусухая стяжка, кстати. Проверь, привезти, проверь вообще, что тебе заливают как бы. Это уже управление контроля строительством, а это ремесло. Это разные виды. Я говорю еще раз, плитка, например, там нужны руки, которые умеют это делать. А если ты... Какие самые дорогие мастера? Зависит. Кто больше всех захор... О! О! Кто больше всех зарабатывает у тебя? Какие виды работ? Маляры. Маляры. Да. Почему? Потому что умеют делать быстро. Я говорю именно про... Может, потому что у них самая большая ответственность, или нет? Нет, у них... Они умеют делать быстро. И они не сталкиваются с задержками из-за ошибок в проекте. Все зависит от оборудования и именно такого вот операционного, такого полевого менеджмента, я даже скажу. И вот у меня есть подрядчик, который делает очень быстро, но цены ставит рыночные, что справедливо. Соответственно, он за две недели... А, то есть он в рынке? Он в рынке, при этом делает за две недели. Да. Две недели полностью. Подготовка к покраске. Две недели. Две недели что? Квартира, столько всех квадратов. Да. Две недели. Ну, а деньги те же. Каким количеством людей? Семь-восемь человек. Ну, то есть, ну, молодцы. Но это, я говорю, все зависит от того, как организована работа внутри. Можно вообще ничего не заработать, например. Почему бы и нет? Ну, то есть ты можешь быть в рынке, цена там, да, вроде, причем высокая цена. Причем выше рынка. А что такое рынок? Есть такое понятие, как среднеизвешенная цена. Нет, подожди. Определение. Вот мы говорим сейчас только что 20 раз. Рынок – это продавец и покупатель. Да. Вот. А в рынке – это значит между ними. То есть среднеизвешенная цена. Ну, как ты можешь определиться, если я с тобой договариваюсь и непонятно, что там дальше. Один готов. Мы все равно с тобой вдвоем договариваемся. Смотри, от 10 до 20 тысяч по полу. Сейчас все там с ума сошли все. Всем привет. Ну, как я говорю, именно того уровня, которое требуется, от 10 до 20 тысяч. Ну, а кто-то сейчас, не знаю, так смотрит и говорит, какие у нас 700 рублей. Ты что там? Все вместе 1400. Это вообще космос. Какие 10-20 тысяч? Пожалуйста, позвоните, сделайте. Вот и где этот рынок? Сейчас объясню еще раз. Что такое рынок? Вот если ты сейчас всю Россию разделишь, все на все, сейчас пытаюсь объяснить, про Москву локально. Ну, да, допустим. То есть цены в регионах, они отличаются, потому что, ну, хорошо, из миллиона квадратов. Я один покупатель. Из миллиона квадратов, которые делаются, там, не знаю, каждые там три дня, ну, я не знаю, сколько делается там миллионов квадратов малярки в Москве, среднерыночная цена сообществует другая. Еще раз говорю, и помидоры по-разному стоят, поэтому в магните, там, где перекрестки, но это разные помидоры. Есть вот такие вот, невкусные, резиновые, а есть вот прям, которые вот прям, аппетитные. Рекоментированной цены, короче, нет. Есть средневзвешенная цена, есть качество продукта. Средневзвешенная цена, это когда... Один готов купить, другой готов продать. Это когда мы в среднем с тобой вдвоем заработали, ну, не так. Я заработал 100 тысяч, а ты заработал, не знаю, там, миллион. А на двоих, по-среднерыночной, сколько мы заработали? Все не так. Есть я, я заказчик. Есть ты, ты там, не знаю, мы малярных работ коснулись, окей, малярные, ты маляр, я говорю, ребят, есть там такое-то техническое задание, нужно сделать то-то. Ты говоришь там цену, не знаю, там, миллион рублей, кто-то говорит там два миллиона рублей, кто-то говорит миллион семьсот, кто-то говорит миллион пятьсот, кто-то миллион триста. Средняя цена, миллион пятьсот. Это и есть средневзвешенная цена. То есть, это цена, при которой я имею эти деньги, не у конкретного тебя, а в целом куплю продукты. А могу ли я договориться с тобой за три миллиона? Если ты один на рынке, да, и за десять можешь, если ты один на рынке. У тебя конкуренции нет. Ну ладно, окей. Допустим, ну я считаю, что рынок, это знаешь, что такое? Рынок, это когда мы с тобой вдвоем договорились. Это не рынок, это договорняк. Договорняк. А у нас вот в ремеслище всегда договорняк. Самый дорогой тариф по-братски. Вот это правда. Это самый дорогой тариф. Поэтому есть всегда несколько участников, и есть тендерная система. И есть вот средняя цена. В принципе, если половина участников вылили, не самый такой, который самую низкую цену, там, демпингованную, да, и не тот, который самый высокий, а ну в среднем за эти деньги можно купить. Не у одного, так и у другого. То есть в целом какая-то выборка должна быть. Ориентироваться на конкретные договорные отношения некорректно. Абсолютно. Тут причина не может быть, что у других дешевле. Тут причина может быть простая. Нет таких денег. Это и все. Либо не готов платить за это. Ну вот, видишь, у тебя же отчасти уникальный продукт. Ну то есть ты, ну нет, есть еще такие, ты конкурируешь вот в этой цене, там 100, там 150 тысяч рублей, там не знаю, 70-150 в этой вилке. Как думаешь, выше есть? Конечно. Я вообще иногда шок ловил. А что ты не там? Раз ты минимизируешь, вот получается. Слушай, ну это какие-то исключительные случаи. Это вот... Вот я же поэтому говорю, как ты считаешь, где ты? Ну иногда вот бывает такая история. Я говорю опять же про среднее, нелюбимое твое, рыночное. Есть определенные участники. Ну то есть среднее рыночное, ты считаешь в Москве 70 тысяч рублей? Нет. По этому срезу качества, да. По этому срезу качества это 70 и выше. Ну да ладно, я понимаю, про что ты говоришь. По более низкому, по более низкой планке качества поля простым проектом это другая цена, там 30 тысяч рублей, там не знаю, там 35 тысяч рублей. Но это другой сегмент. И я еще раз говорю, в этом сегменте, из которой, там, бригаду, да, организовали, их не победить вообще. Там не нужен я. Я генподрядчика функцию выполняю. Я не знаю, я вот не смогу плитку запилить там. Я не умею это. Я по образованию юрист. И я хорошо очень разбираю строительные технологии, как я считаю. моя задача думать. А если там думать негде, не за что платить мне. Я просто там не нужен и все. Когда такие клиенты приходят, я им скидываю ребят, которые у меня вот универсалами работают. Они под ключ квартиру делают. Ты определяешь, что это такой клиент? Опять же, по цене. Я сразу обозначаю примерную цену. То есть у тебя приходят, ты говоришь, смотришь хоть проект, или ты сразу говоришь, у нас там от 100 тысяч. я смотрю проект. Смотрю проект, я всегда говорю цену и параллельно смотрю проект. То есть там уже примерно становится понятно, что и сколько стоит. То есть сразу ориентирую заказчика, чтобы он понимал ценовую политику. Чтобы не ставить ни меня в неудобное положение, что я там время потрачу, приду, что-то обсудим, а в итоге выяснится, что мы вообще друг другу не подходим. Ни заказчик в неудобное положение, что он такой, блин, зачем? Я сразу обозначаю ценовую политику. Если ты заходишь в магазин Mercedes, он там Mercedes, средний Mercedes стоит там X. То есть за эти деньги ты можешь в принципе купить Mercedes. А вот там, не знаю, Kia, ну вот она там дешевле стоит. То есть ты должен просто ориентироваться в какой-то сегмент. А премиальные строители не бывают. Ты не проезжаешь по сегментам. Нет. Собрать умный дом есть. Вот какие-то мелкие моменты. У нас, конечно, есть там обслуживание гарантийное, мы это делаем, но это как бы не наш профиль явно. Я четко соотнес продукт, целевую аудиторию, цену. То есть и четко очертил. Мы за эти рамки не выходим. Это не нужно. Конкурировать с компанией, например. То есть с тобой может поработать по факту любая бригада, которая выполняет какой-то определенный узкоспециалист, узкоспециализированный ребят. Без проблем. Так что, если что, пишите марку, у кого работы нет. Пишите, да. Поэтому здесь такой момент. Я не нужен. Это интересная модель, я тебе хочу сказать. Более того, мы с тобой до этого еще общались, и я так для себя подумал, что это, наверное, одна из самых идеальных моделей, которая может быть именно в отделочных работах, именно в построении дорогих интерьеров, как ты сказал. Потому что у меня были такие цели 50 объектов, там все такое, и я прям запнулся там. Есть еще другая модель, кстати. То есть одно дело продать и совсем другое исполнить обязательства. Есть еще другая модель, можно, например, B2C продавать. То есть, например, продавать дизайн плюс стройку одним циклом. Я же кусочек продаю. Да. И продать напрямую заказчику я не могу. Да. Ну, это потому что тебе нужен бренд уже опять. Дело не в этом. Ты не сможешь сделать и дизайн, я тебе про это уже и говорю, ты не сможешь сделать и дизайн, и еще реализацию. И смысл нет. Хотя многие сейчас подумают, да мы можем. И смысла нет. Ты считаешь, что делать что-то одно? Я считаю, что в этом просто нет смысла. По воронке она сузится на этапе дизайна, если брать клиентов. Также можно уйти и просто в узкий профиль сделать просто электрику или просто сантехнику. Можно. Тогда целевая аудитория совершенно другая будет. То есть это будут руководители проектов, будут строители компании. Но у меня ген подряд. Все, у меня услуга генеральный подряд. Потому что тебе это нравится. Потому что это, во-первых, нравится. Во-вторых, у нас это хорошо получается делать. И в-третьих, ну, свободная ниша на рынке. То есть расти в этом ты не планируешь? Это невозможно. Это невозможно. Отличный ответ. Ну, то есть ты считаешь, что сейчас все, у тебя в этой нише потолок, пойду дальше, буду строить дома. С полностью законченным циклом, да? То есть в среднем сегменте. Недорогие, да. Но это уже называется девелоперство. Причем девелопер, он еще должен прям очень хорошо разбираться, где-то пить. Аналитико рынка, да, да. То есть. Я работал, я работал, я как раз у меня под предыдущим опыт работы, он сильно поможет. И мешает тебе сейчас? Нет, он не мешает. Не-не-не-не. Иди, пойду, что опыт мешать не может. Хотя иногда может. Почему сейчас не идешь туда? Опять потому, что не хочешь партнеров? Нет. И не хочешь инвесторов? Немножко другая ситуация. Во-первых, почему не иду? Сейчас, в смысле, вот сейчас собраться и поехать, есть ряд ограничений. Первое ограничение. Я хочу сейчас с проектом добить. Причем мы, блин, разработали идеальный проект. Вот спасибо большое, если вы, команда, смотрите меня, да, по нашей IQ-вилле. Мы классный продукт разработали в высоком ценовом сегменте, правда, получилось. Вот. Ну, сейчас ситуация у нас поменялась чуть на рынке, да. Гораздо проще и, опять же, с точки зрения бизнеса правильнее делать средний сегмент. Поэтому мы сейчас немножечко допилим наши домики на планировка. То есть, должен быть стабильный продукт. Потом я хочу за свои деньги построить один, сделать хороший кейс, а потом можно привлекать деньги. То есть, потому что чужие деньги брать стоит только тогда, когда ты действительно уверен. То есть, я не знаю. Просто быстрее же брать чужие деньги. Ну, быстрее. Делать все за свои, пока ты свой капитал находишь. Нет, есть такая поговорка за свои дурак, конечно, да, но почему я должен подводить других людей? Я не хочу их подводить. Ну, ты себя подведешь, скорее всего. Если ты возьмешь у кого-то правильного деньги, скорее всего, ты себя подведешь. Ну, вряд ли тебе кто-то правильный даст. Просто ты, ну, скорее всего, рискуешь только на свою дураку. Смотри, в девелопменте, если ты берешь у кого-то деньги, ты делаешь, по сути, займ. Это тупо займ. Да. Я занимаю у тебя деньги, верну к такому-то сроку. Ты очень сильно ограничен. У тебя должен быть очень короткий срок экспозиции, очень быстрые сроки строительства и очень оточенные проектные решения. Вот там, кстати, потребуется все, что там, все наши это... Любимые техкарты. Любимые техкарты. Вот это все, все надо будет, да? Когда уже один дом идеальный, его нужно масштабировать на 100. Окей, это работает. Но чтобы один дом идеальный, это не про ограниченные сроки. Поэтому я возьму участок, я построю дом, который мы спроектировали. Поживу, посмотрю, снимем контент, пригласим тебя, вместе что-нибудь снимем. Чуть-чуть добавим такого маркетинга ему, да, имиджа. Может быть, вот коллегами на YouTube станем. Почему нет? Это B2C аудитория сразу, автомат. И я сейчас ремонтами занимаюсь для того, чтобы иметь определенную репутацию. Да, ну потому что клиенты повторяются, ну точно 100%. Нет, дело не в этом. Типа, посмотрите, какие крутые ремонты делаем, мы разбираемся в технологиях. Да, да, давайте. Ну тут просто вам сделали недорогой домик, но там также соблюдается... Ну, я бы рекомендовал тебе изначально делать это общедоступным каким-то... Ну, то есть, в принципе, всем рекомендую снимать видео о том, что вы делаете, потому что это является не столько привлечением, я уже говорил это 300 раз, и сколько удержанием клиента, и лояльность добавляет и так далее. То есть, если ты изначально сделал классный проект, ты говоришь, мы начинаем. И ты... Тут, конечно, другая экспертность в роль вступает. Да, это разные целевые аудитории. Ты начинаешь, нет, ты просто начинаешь пока снимать, то есть, просто как, знаешь, отчетное видео, отчетные истории. И выкладывать. Мы снимаем, просто мы сейчас это делаем исключительно на одну целевую аудиторию, на моих партнеров дорогих, привет всем, архитекторов. Ну, так ты будешь свое делать. А, в смысле? Я и так делаю свое. Я продаю свои услуги, просто ты же говоришь, Марк известен. Да, если человек известен, значит, у него уже есть репутация, согласен. Значит, у него есть репутация. Известность, процесс управляемый. То есть, ты известен для меня, допустим, как часть 101 компаний. Ну, да. Я просто объясню. Известен в определенных кругах, можно перевести, как точно выстроенный маркетинг. Ну, да. Зачем? Это дорого. На широкую аудиторию дорого. Продавать там все всем, это очень дорого. Зачем? Я выбрал определенный круг, и мы в этом кругу варимся. Ты всех так потенциально, кто может у меня заказать, короче, ремонт. Все, поехали. Вот эти точно нет, эти точно нет, эти да, эти да, эти да, эти тем более, эти вообще, короче, они вообще без меня не выживают. Вот так. Ну, это нормальный подход. Потому что дорого. Еще раз снимать ролики дорого. То, что вот мы сейчас подкаст снимаем, тоже дорого. Это все деньги. Поэтому я рассматриваю. Ну, иногда делаем, потому что... Ну, значит, это просто хобби. Ну, это хобби. Ну, то есть... Ну, как бы хобби все равно перерастает, как-то, наверное, в какой-то бенефит, возможно, не финансовый, но... Ну, если я беру в рабочее время, еду там, снимаю какой-нибудь там ролик обзорный, это значит, я работаю. Значит, это должно иметь определенный возврат инвестиций моих. Все. Поэтому я точно стараюсь бить свою целевую аудиторию и делать продукт исключительно под них. Что, думаю, минут 20. Давай распедалим, короче, еще несколько вопросиков. Что касается вообще в принципе того, что делают мелкие компании, которые занимаются строительством интерьеров в Москве. И некоторые из них, как сказать, которые... Блин, наверное, это не стоит даже трогать. Нафиг не хочу никого трогать. Да, нафиг надо. Да, спрашиваю вообще. Я, кстати, хорошо очень отношусь к 101 групп. Я не только про 101 групп. Вот видишь опять, есть, как ты говоришь, маркетинг. Вот маркетинг компании 101. Это тоже процесс управляем. был у них. Да, был очень хороший процесс. И сейчас получается, что они вообще другую политику сделали. Ты ушел с... Я понял. Ты откололся, скажем так, оттуда, потому что вот эти именно проекты вести так ты стал именно в 101. Или до этого тоже было? Давай так, честно. 80% того, что я знаю, я очень благодарен вполне понятным людям. Первое. Вадим Саракалат. Второе. Павел Анахосян. Третье. Богдан Евтушенко. Четвертое. Вячеслав Бойко. Я всех их хорошо знаю. Пятое. Влад Бойко. И некоторые из них, как сказать, которые... Блин, не, наверное, это не стоит даже трогать. Нафиг не хочу никого трогать. Да, нафиг надо. Да спрашиваю вообще. Я, кстати, хорошо очень отношусь к 101 групп. Я не только про 101 групп. Вот видишь опять, есть, как ты говоришь, маркетинг. Вот маркетинг компании 101. Это тоже процесс управляемый был. Да, был очень хороший процесс. И сейчас получается, что они вообще другую политику сделали. Ты ушел с... Я понял. Ты откололся, скажем так, оттуда, потому что вот эти именно проекты вести так ты стал именно в 101. Или до этого тоже было? Давай так, честно. 80% того, что я знаю, я очень благодарен вполне понятным людям. Первое, Вадим Саракалат. Второе, Павел Анахосян. Третье, Богдан Евтушенко. Четвертое, Вячеслав Бойко. Я всех их хорошо знаю. Пятое, Влад Бойко. Сейчас я еще кого-нибудь, может быть, вспомню. вот кого вспомнил, да, это люди, которым я очень благодарен, потому что эти люди научили меня технологии, показали, как это должно делаться. Ну, да, я как бы не сидел вот так вот, да, я внимал, потом я уже начал качать, там, сам начал там все это делать, вырываться вперед и так далее, но эти люди мне очень помогли, потому что, ну, я прям взял готовое и просто там дальше еще продвинулся, там, 101 групп, когда мы были, ну, я считаю, что я пользу какую-то принес команде, я думаю, ребята с этим согласятся, я максимально старался, ну, и дальше уже. Ну, разошлись. Ну, да, да. Ну, они также тебе благодарны. Да, да, у нас прекрасные взаимоотношения, мы разошлись, как ты говоришь, да, мне не нравится слово разошлись, ну, неважно, у нас сейчас нет совместных проектов, у вас сейчас нет совместных проектов, это корректнее, но они будут. чем черт не шутит. То есть, как бы, я очень хорошо отношусь, просто я, у меня задача сейчас по внутренней отделке, то, что мы делаем, да, по строительству интерьеров, первое, это все-таки показать целевой аудитории частным клиентам, в том числе, нашу работу, нашей команды, которая будет участвовать, которая будет строить эти дома и продавать эти дома. Ну, я понимаю, мне нужно... Сколько лет ты вообще в нашей тусовке, назовем это так? Пять, наверное. Это пять, то есть, ты вот этот, понимаешь, было время, когда за каждым столом, где собираются строители, называли имя Алексея Земского, а теперь за каждым столом называют имя 101 групп. И это феномен, причем, ладно, Алексей Земсков, это был такой, и есть сейчас, большой такой личный бренд, там все такое, миллион подписчиков у него, да, прям мега, вот, у 101 этого нет, но тем не менее, мы... про них знает вся страна. Как так получилось? Это управляемый процесс. Что это обозначает? Ну, значит, ребята составили себе список задач, как сделать так, чтобы их знала вся страна, эти задачи... Не просто знала, еще и там работали... Знала, работала, выполнила эти задачи, проект состоялся, все о них знают, молодцы. Все, я так к этому отношусь, чудеса там 2000 лет назад закончились. У тебя мнение конкретного, почему это произошло, есть, но ты его не озвучиваешь. За каждым столом, в каждом подкасте, на каждом мероприятии у меня спрашивают про это. И я каждый раз рассказываю свои какие-то мнения. Потому что ребята проводили академию, вот эту в Сочи, ребята проводили академию, очень много строителей, через них прошло, много дизайнеров, широкая партнерская сеть, ну, как можно об этом не говорить. Плюс ребята там занимаются там приложением, которое пользуется, очень много пользователей. Очень много. Как минимум, 3000 или сколько, я не знаю, сколько клиентов просто сейчас у приложения, но очень много людей пользуются приложением. Ну, естественно, все интересуются, ну, нормально, все на слуху. Это умышленный процесс был и абсолютно отработанно, грамотно, на мой взгляд. Ну, в нашем сегменте... Нет, мы говорим про определенный пласт, все же друг друга знают. Я думаю, что вообще будет со сферой? Будем потихонечку финалить. Финалить с чем? С подкастом. Наверное. Ты собрался финалить? Что это такое? Все нормально? Все нормально? Конечно. У нас, получается, сейчас такое время, когда все начали строить какие-то свои личные бренды, компании и прочее, прочее, все. Как думаешь, что будет дальше вообще вот с нашей индустрией? Потому что, ну, сейчас все... Сейчас уровень ремонта тоже поднялся очень сильно. Ну, то есть, прям очень-очень сильно. В квартирах, в домах, в квартирах поднялся. Квартира, в домах не поднялся. Ну, откуда мы знаем? То есть, почему они делают классные... Ну, это данные с рынка. Я же со всеми общаюсь. Там говорю, как, что, чего. Ну, единичный кейс. То есть, вот именно вот в плане почему-то квартиры люди делают по одному. Потому что конкретно ты сейчас опять говоришь за Москву, потому что в Москве инфраструктура, все садики, детские сады и прочее, все живут в квартирах. В дорогущих коттеджных поселках тоже. А если мы говорим частный сект, нет. Ну, все равно. В дорогущих... Ну, там всегда хорошо было. Там нет, не очень, насколько я знаю. Там посредственное качество, я сказал. Вообще, качество, я говорю еще раз, вот есть просто СП, вот я заказчикам объясняю. Есть там, не знаю, есть нормы, да, раз. Второе, есть точность и есть аккуратность работы. Все. Какой нахрен премиальный ремонт? Не существует премиального ремонта. Ну, все равно, как-то же мы его должны обозвать. Он не премиальный, он нормальный. Причем, вот выбор, кстати, вот мой на премиальный ремонт, там, ну, если брать маржинальную прибыль, она низкая. Там мало люди зарабатывают относительно, например, такого эконом-сегмента, да? Ты сейчас про мастеров или что? Нет, я про, да я, кстати, мастера эконом зарабатывают побольше часто, чем премиальные мастера, да? Компании, они гораздо больше зарабатывают маржинальной прибыли, если они делают дешевый продукт. Есть только проблема, друзья. Это все основано на том, что у нас пока народ не ходит по судам. Моя первая работа после университета была судиться строительными по качеству. Ты приходишь и говоришь, я хочу деньги вернуть за ремонт. Я говорю, да вопросов нет, пошли и строительную техническую экспертизу проведем, все посмотрим, определим список работ, которые выполнены некачественно, и погнали. Но как только эта мода появится, у нас, возможно, будет, как в Штатах, очень неаккуратно делают, но при этом все по технологии. Вот, кстати, наверное, это лучше. Вот, и очень простые проекты, просто, вот, максимально простые. Ты хочешь какую-то премиалку, это все равно X5, и ты найди мастеров, и там такие договоры, что там... Нет, нет, дело не в этом. Там наличка, да? У нас вот такая история типичная, заказчик приходит к дизайнеру, дизайнер рисует, ну, к архитектору интерьеров, рисует что-то невообразимое, в скобочках, дорогое, в реализации, сложное, значит, дорогое, и после этого начинают тендерить строителей. И у нас углы на плитке запилены идеально, но гидроизоляционная лента не сделана в душевой зоне. И из этого возникают проблемы в эксплуатации объекта. Это становится небезопасным и так далее и тому подобное. Вот эти все скрытые работы делаются как попало, на них экономят, потому что картинку нужно выдать заказчику. А заказчик либо не разбирается, либо ему плевать на себя, на окружающих. Если мы берем, например, американскую модель, где все очень жестко кодами их там стандартами строительства коды называются зарегламентированы, то там плевать какая плитка муниципалитету, но у тебя будут проверять как установлены смесители, проверять опрессовку и так далее. То есть конструкция будет как там стейбл, стабильная, да, все, все будет хорошо у тебя с конструкцией. Она может быть кривой, это не влияет на безопасность, но при этом она будет построена по технологии. У нас, к сожалению, экономят на технологии. Ну, то есть потому, что есть законодательство. Потому, что законодательно это не урегулировано, да. У нас работы по внутренней делке в жилых помещениях мы не берем. Ну, то есть потому, что все работают в черную из-за этого, то есть, ну, вот, если прям глубоко. заказчик может и заказчик может сам поменять себе там смеситель, да, просто взять, открутить и поменять. А там ты автоматически со страховки слетаешь, в ипотеку не продашь и по башке от муниципалитета получишь. То есть, это сделать невозможно. Это лицензируемый вид деятельности. Так же, как у нас. Вот, пожалуйста, газом же нельзя прикасаться к нему, обязательно должна специальная организация приходить. У них так по большинству видов работ сделано. И когда к нам это придет, ну, это явно придет, да? когда не придет. Когда придет, тогда поговорим. Но пока не пришло, у нас будут аккуратные уголочки на плитке и не сделана гидроизоляция, потому что экономят на скрытых работах. Мне кажется, к нам, в любом случае, у нас в коде, я не знаю, нации прописано вот это все. Ну, откуда это все возилось? Ну, все люди хотят красиво. Ну, и все, и все. Получается, что они все? Нет, все люди. Там просто это стоит слишком дорого. Понимаешь, там изначально из-за того, что тебе нужно наклеить или гидроизоляционную ленту, выполнить все обязательные требования муниципалитета, у тебя уже смета немаленькая. Поэтому экономят на том, на чем можно экономить. А мы считаем, что это просто там тяп-ляп делают. Да, на самом деле немножко не так, честно говоря. Чуть-чуть не так это все. На самом деле не тяп-ляп. Оно визуально выглядит тяп-ляп. Визуально выглядит тяп-ляп. Потому что экономят на аккуратности. А у нас в приоритете стоит аккуратность. А именно соответствие отраслевым нормам не является приоритетом. Вот особенность моей команды. Ну, ты видел, все показывает тот же самый СССР в Дубае. Как там делается ремонт. Это тоже та же самая история Дикий Запад. Там вообще дичь. Там то же самое Турция. Так ты посмотри, что произошло, когда случилось землетрясение. Ну что, люди не научились дома строить, которые выдерживают землетрясение? В Японии же стоят, все нормально. Почему там не стоят? Ну, потому что та же самая история. Недостаточно проконтролировал там взятки, все вот эти проблемы. У нас вот пока такая история будет. Ну и ладно, ну пока так. Ну вот мы как раз транслируем заказчикам то, что мы не премиум. Мы просто вот делаем как положено, чтобы нам вот прийти в точку определенную. Ну все равно у тебя клиент такой, который, ну, выше среднего, много выше среднего. Сам по себе, кто твой клиент? Бизнесмен. Ну, не всегда топ-менеджер еще будет. Ну, топ-менеджер это есть бизнесмен. Топ-менеджер компании, это вообще чисто АйТи, АйТи, ребята из АйТи тоже. Ну, почему я должен как-то ограничивать разные профессии людей? Нет, ты, конечно, не ограничиваешь, оно само собой получается. Может быть, врач обратится, может еще кто-нибудь. Это как бы... У тебя много врачей у тебя было? У меня есть клиент. У которого клиника? Нет. Он просто работает с зубным врачом, например? Просто врач. Да, причем не один, кстати, не один. Просто врач. Обычный врач, ну, он там, они в частных, обычный человек. Кстати, врачи, я не знаю, что... Ремонт за 100 тысяч за квадрат? Да. И еще сотку за все и 300 за квартиру? Нет, там у него все получилось. У него очень простой проект был. Мы как раз упрощали проект там. Ну, там получилось в районе 200 за все вообще. Все-все-все вот уесть. Ну, да, это исключение из правил, да. Я не знаю, кстати, врачи обращаются. Возможно, они понимают, что такое ошибки. Ну, да. И к чему они могут привести? Мы стараемся минимизировать риски. Если везде накосячить, ну, это просто вопрос времени. Хватит ли тебе там жизни, или там переедешь, может быть, ты. Но оно все равно начнет где-то ломаться. Производители, они не глупые ребята, у них там тысяча человек работает, чтобы испытать это все и так далее. По поводу ценообразования. Я тебе сейчас вот могу свои текущие мысли рассказать. Давай. Потому что я сейчас ищу, где научиться этому, потому что у меня вот недостаток тут знаний, но я вижу следующее. Ну, то есть ты сейчас делаешь следующим образом. Тебе говорит, Тёма, вот я все считаю, 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 и вот выше там, не знаю, 500 тысяч за этот потолок не выйдет. Ты говоришь, окей, делаешь какую-то наценку, там, икс, да, не знаю там сколько. 40 процентов. 40 процентов. А у тебя, ты прям захочешь, и говоришь, у меня 40 процентов, мои услуги стоят. Ну, генподрядные, да. Да, все окей, да. 40 процентов, да. Да, и, соответственно, ты клиенту выставляешь, там, сколько там получается, 750, 850, да. Вот. Я тут просто… Ну, ты что имеешь в виду, вот, ценообразование, вот, вот тебе и ценообразование. Соответственно, вот такое, по факту. Оно всегда такое. Оно всегда такое ценообразование. Вот очень просто. Если ты, не знаю, от того, что ты положишь одну плитку, и это спасет мне жизнь, скорее всего, эта плитка будет стоить за эти деньги. Все очень просто. Один готов купить, другой готов продать. Ну, вот я типо этому говорю, про рынок, он так и называется. Мы же тут общаемся, нас смотрят люди, чтобы им интересно было. Им тоже интересно, да. Я вот свое мнение скажу, я свое мнение сказал по поводу природы строительного бизнеса, что это ремесленничество. Я в этом глубоко убежден. Покажите мне другие примеры, называется. И второе, это ценообразование. По факту, прайс-листы, вот это вся история, я в нее перестал верить в последнее время так вообще со всем и от слова всегда. По технически сложным проектам, по простым, мы их не берем во внимание, это фабричная история. Там прайс-лист, это инструмент систематизации. Вот туда же можно к регламентам отправить, что касается ремесленничества. Ну, в твоем, в твоем именно бизнесе, грубо говоря, когда ты работаешь с 100% субподрядчиками, вот, естественно, это крайне сложно. А если ты, вот допустим, грубо говоря, у тебя же нет, ты говоришь, у нас 100, сколько там, 50, миллионов инструмента, вот этих всех ребят, которые работают. 60 плюс. 60 плюс, окей. А у меня своего личного, там, ну, грубо говоря, там, я не знаю, там, там, десятка, может, даже больше, мы там посчитали, под 40 вместе с Женей у нас там получается, плюс-минус. И он наш личный. И люди, которые приходят, работают им. То есть получается, что мы стараемся, вот мы, мы видим сейчас вообще один проект, один, один. И инструмент на нем свой не используем, прикинь. Ну, вот так получилось, короче. И человек, который работает, да, грубо говоря, у нас на проекте, который выполняет функцию не мастера универсала, а человека, который все равно постоянно всегда на объекте, то есть работает кто-то еще там. вот типа старший мастер. Я просто не знаю уже, как я уже как только не называл, у меня уже много разных моделей. Ну, старший на объекте. Вот, да, управляющий по направлениям, там, ну, то есть много, я, у меня было много стадий просто, я вот про что. И сейчас у меня стадия такая, и мы, короче, просто думаем, что делать дальше, вот если честно. То есть сейчас стадия у нас, мы просто думаем, что делать дальше, что-то там у нас как бы идет, я периодически приезжаю на объект, что-то там смотрю, работы идут без меня, все вроде хорошо, максимум с клиентом поговорить, ну, как бы это у нас отработан, там продукт отработан, ну, грубо говоря, но он не масштабируем. Так вот, и эти все люди, которые, скажем так, у тебя они где-то, они все равно не в твоей компании, получается, и инструмента у тебя нет. Нет, конечно. У меня есть инструмент, конечно, один, смотри, потому что у меня несколько экранов для изучения проектной документации. ты же говорил, айпад, я только хотел сказать. Айпад, ноутбук один, второй, контрольно-измерительный инструмент. потому что это такое ремесло. что нам нужно. да, тебе это и не нужно абсолютно. И я тоже считаю, что инструмент покупать, когда ты мастер, какая штука, когда ты работаешь, почему у меня так получилось? Потому что я, как раз ты говоришь, я не умею поменять лампочку или что-то еще, у меня абсолютно наоборот. Я все, что только можно, проходил. То есть я могу поменять любую, наверное, лампочку. Может быть, не настрою какую-нибудь систему умного дома суперсложную там или какую-нибудь суперсложную котельную. Опять же, но и то не факт. То есть я точно знаю, кому нужно позвонить, и мы точно решим этот вопрос. Вот. И у меня много инструмента, потому что я его люблю. Он реально лежит сейчас. Вот, ну, по сути, он у нас в академии. Вот здесь он лежит. Да, вот здесь, здесь им работает кто угодно, но он сейчас не несет ту функцию, которую он должен был бы нести каждый день на объектах и так далее работать. Он какое-то время там работал, сейчас просто стареет. Иногда мы докупаем, не знаю даже. Нам не столько это нужно, сколько это, ну, как бы, это хобби. Это чисто хобби уже, наверное. И когда я работал руками, это был действительно мой инструмент, а сейчас мой инструмент, это, ну, люди, это уже не шуруповерты. Все правильно. Вот. И вот у тебя сразу такая позиция, то есть ты сразу в этом, как сказать, преуспел, что ли, наверное. Ну, как-то так выслал. Ну, преуспел, сто процентов преуспел, потому что я слышал отзывы, как бы, о тебе, и ты в этом преуспел лучше, чем я, скажем так. Вот. У меня не так получается вести объекты, потому что я их веду за счет собственной экспертности, а ты их ведешь за счет инструментов менеджмента. Вот давай про инструменты менеджмента поговорим, потому что это важная такая, наверное, штука. Что такое инструменты, что твои самые главные инструменты? Это что? Это какая-то собранность, то есть ты четко вовремя просыпаешься, четко ездишь по объектам, вовремя звонишь, делаешь планографики. Первое, всегда идет философия, да, важно понимать, первое, что ты один, это такая одинокая история, менеджмент всегда, на самом деле, на мой взгляд, это одинокая, когда два ответственных, весело, конечно, знаешь, но получается там как… Кружок по интересам, я самый главный, у меня кружок по интересам, все мои… Поэтому первое, нужно понять, осознать свое одиночество, да, что если ты руководишь проектом, больше он никому не нужен. Да. Нужно отмести мысли, что придет архитектор или заказчик, только ты, один человек, которому нужен результат. Всем остальным плевать. Это просто вот должно быть на уровне основной идеи. Просто нужно прочувствовать это вот состояние, что все, всем остальным плевать, это нужно только мне. От этого нужно плясать. Знаешь, говорят, чтобы не очаровываться, не нужно… Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Вот здесь то же самое. Чтобы вас потом не расстраивали, там, да, сразу определились, что это нужно только мне. И потом, когда люди будут внезапно, ты их не просил, они сделали что-то хорошо, а ты такой, да ладно, боже мой, какой прекрасный мир. А когда сделали плохо, ты такой, ну… Я правил это самое. Как пол… Ну, стандартно, в принципе. Поэтому вот это первое, что нужно просто понять, это избавит от всех жалоб, нужно просто понять свою роль, да, и что в строительстве с увеличением вот уровня менеджмента, там платят не за работу, а за ответственность. В принципе, платят всегда за ответственность. да, ну, то есть, поэтому нужно это… Это первое, нужно просто прочувствовать, что вот, ну, все, вот всем без разницы, только ты должен понять, разобраться и так далее. Нужно просто включиться в этот процесс. Я вот там, у меня помощники были, и я вот за ними объекты доделал. Это, конечно, такая вся история была. Помощники были, это в смысле? Помощники были, сто один групп, там у нас был период, когда у нас масштабирование шло, я курировал проекты, но не управлял ими. Я потом захожу на стройку, спустя полгода, по-моему, смотрю на этот объект, там безобразие, и такой, блин, и так вот хотелось бы на кого-нибудь это скинуть, честно скажу, такое желание, думаю, дай-ка я на кого-нибудь скину, и они там все сделают. Но нужно собрать себя в руки, засучить рукава, и так, что ж, и погнали работать. Это первое, что нужно… Это хорошая черта, это черта, которая вот стержи не дает. Ну, это вот основное. Можно же всегда убежать, я увольняюсь там. Да, нужно просто понять, что бежать некуда, никто тебе не поможет. Ты… Ну, это скорее позиция твоя по жизни. Она же, видимо, не только в стройке проявляется. Честно, нет. Нет, да? Вот если есть возможность что-то слиться, я всегда сольюсь. Ну, вот это правда. Ну, а почему, как ты так сейчас говоришь о том, что… Ну, если есть возможность, что кто-то за меня какой-то вопрос решит. Ну, ты же не занимаешься посредничеством в стройке. Нет. Ты мог бы с таким же успехом у тебя талант рассказывать людям, объяснять, продавать. Сто пудов этот талант есть. Ты мог же только этим заниматься. Ты, кстати, такой в тупик мне ничего поставил, потому что я сейчас задумался над этим. Ну, мы с тобой ведем много диалога. Я хочу сказать, что ты очень эрудирован, подкован и много-много-много всего. У тебя есть софт-скиллы, которые хардом являются для большей количества людей. Если ты продаешь, если ты продаешь, например, ну, допустим, стройку… Я уверен, ты вот так продаешь ее. Просто ты приходишь и просто вот… Ну, вот когда ты продаешь что-то… Ну, никакого хрена ты берешь в себя такие обязательства к исполнению. Услуга есть… Вот, знаешь, что такое услуга? Вот подряд это услуга с совесчисленным результатом. Это из гражданского кодекса определения, да? Услуга – это обещание что-то сделать хорошо. Это всегда риски для заказчика, да? Вот это обещание… Да, я всегда видел, мы продаем счастливое будущее. Да, это обещание. Я обещаю сделать что-то хорошо. Когда ты продаешь товар, вообще вопросов нет. Вот тебе нравится – бери. Вот я почему-то дома я хочу, дома готовые продавать, не под заказ. Да, чтобы не было… Блин, ну не нравится – не покупай. Ну, чем я тебе могу помочь? Ничем. Это честно абсолютно. Это всегда честная сделка. А покраска нравится, не нравится, еще не понятно. А услуга – это всегда обещание. Это всегда обещание. И вот оно не всегда выполняется, да? И когда ты просто, не дай Боже, что-то продаешь, то есть берешь на себя ответственность и подставляешь свою репутацию, а потом кому-то отдаешь, ты вообще ситуацию не контролируешь. От слова совсем. И вся твоя вот эта вот счастливая империя жития на проценты может быстро окончиться, потому что тебя подведут люди. Потому что им будет абсолютно плевать, тебя же подставят. Правило один. Вспоминаю. Какое? Правильно. Никому ничего не надо, кроме меня. Короче, у нас инструменты менеджмента, да, вот первое, я говорю, понять, что никому ничего не надо, кроме тебя. Это вот важно понять и принять. Всегда нужно изучать. Мы про строительный менеджмент говорим. Да, да, про строительный менеджмент. Ну, можно чуть-чуть лично, конечно. Это одно и то же, отчасти, да. Нужно всегда изучать проектную документацию крайне невнимательно. Вот все этим страдают. Тут у нас обучение есть со 101 по Асане, да, там логика в том, что нужно изучать в том числе проектную документацию. А то получится, как в Алисе «Стране чудес». Алиса спрашивает у кота там, куда мне идти? Кот ей отвечает, смотря, куда ты хочешь прийти. Она говорит, я не знаю, куда идти. Ну, значит, тебе без разницы, куда идти, понимаешь? Да, это офигенный пример. Вот и все. Поэтому нужно всегда изучать точку, к которой мы хотим прийти. Вот мы говорим там про… Ну, это некая аналитика. Аналитика сильно страдает у людей. Нет, целеполагание часто страдает, что ты вообще хочешь достичь. То есть я вот на тренировки хожу, по плаванию. Я прихожу, я четко обозначил, говорю тренеру, да, говорю, Артем, дорогой, я хочу иметь возможность проплыть там 10 километров в любом темпе на открытой воде. Он уже понимает цель, с которой я пришел. И говорит, хорошо, значит, мы будем учиться плавать кролем. Мы занимаемся этим, мы учимся дышать через пять, это сильные волны и так далее. То есть мы понимаем вообще, что мы делаем. То есть я там в зал там хожу, у меня там есть четкая табличка антропометрические показатели. Там 82 килограмма, такой-то процент сухого веса, все пропорции, замеры делаются каждые две недели в понедельник. Сейчас вот я немножко с питанием портачу, но я понимаю, ради чего я это делаю. Я конкретно кайфану, когда я достигну цели, придумаю себе новую. Да, мы получаем суть достижения цели, глобально, если рассуждать, это в процессе. Но он хотя бы куда-то же должен этот процесс вести, что это на месте топтаться. Вот и все. Это второе. То есть еще раз, понять цель, в стройке, разобраться в проекте, что хотим построить, пропустить через себя, вообще осознать. После этого, это же банальные вещи, декомпозировать это все. В стройке, это создать там схему работы со строительно-техническими связями и видеть с собой инструкцию по достижению. Сколько людей смотрят проект после того, когда они уже сделали 90%. Все, они уже как только не уперлись куда-то. Остальным надо обучение проходить за деньги. Вот тогда доходит, заплатил, типа ну что, зря что ли, давайте работать. Это банальные, казалось бы, вещи, но к сожалению, да. К сожалению, вот так. Окей, изучение технических заданий. Да, и третье. Скрупулезно. Каких технических заданий? Проект. Ну, проект. Изучил проект, после этого составил инструкцию, как это все сделать. Это применительно к любым вещам относится. К любым абсолютно, да. Составил инструкцию, превратил инструкцию в график, дальше вести этот учет задач. То есть, я вот задачи вообще не фиксирую в голове, у меня они все записаны. Я ничего не помню. Ты не спросишь, что ты будешь делать завтра, я понятия не имею. Я все записываю и все. Так легче жить. Ты записал, и, короче, бах, все. Ну, да. То есть, финансы у меня там в приложении 101, Асана в этом, другом, там все в облачном хранилище. Голову надо очищать для действительно важных вещей. Я, кстати, в WhatsApp нельзя мне написать, только Telegram. Ты удалил вообще WhatsApp? Да, давно уже. А почему ты его удалил? Потому что люди, еще раз, ну, тут история в чем, что либо ты… Вот у меня есть несколько клиентов и несколько людей, которых я уважаю, которые вот они взрослые, и они сидят только вот… У меня есть один такой клиент, я… У меня есть там такой, никто, который не знает WhatsApp, я только с ней переписываюсь. Ну, это прям… Она, ты понимаешь, у меня свои требования… То есть, исключения есть. У меня свои требования по формату взаимодействия. Да. Ну, у нее свои. Когда они вот… Ой. Когда они столкнулись, естественно, это клиент я должен уступить. Да. Ну, мне что, сложно, что ли? Нет, не сложно. Но для всех остальных есть правило. Only Telegram. Все. И мне так удобно. Человеку либо в WhatsApp, либо в Telegram. Ну, то есть, выбор будет делать он. А так выбор я сделал уже за них. Куда писать? Либо на почту. Да. Это вот сокращает время и поменьше вот этот мусор смотреть в интернете. Это же голову забивает. Сходите, поплавайте. Просто поплавайте или побегайте. Я прям призадумываюсь после нашего подкаста. Что-нибудь полезным лучше заняться. Но в телефон сидеть, это же, ну, это сколько потом перед смертью. Я представляю, знаешь, человеку перед смертью, нужно понимать, помнить, что все умрут. И вот ты вот будешь вот думать, блин, вот сколько мне осталось. Откуда ты про меня узнал, если ты не смотришь в соцсети? Блин, от людей. Я стараюсь с людьми общаться лично. Это гораздо ценнее. Ну, блин, я считаю, что либо ты чуть-чуть лукавишь, либо, короче, я, ну, не понимаю. То есть, ну, в любом случае... Знаешь, что я Ютуб не смотрю? но по-любому случае, какие-то, ну, смотри, какие-то передачи там, какие-то... Вот я смотрю кучу подкастов, я смотрю огромное количество контента. Залипать, 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 вот это вот то, что ты назвал, это одно. Да. Когда ты смотришь, например, какой-то подкаст по тематике, это другое. Это называется, ну, я не знаю, это более качественное развлечение. Фильмы смотреть, это качественное развлечение, ну, классно, качественное развлечение. Здорово, на концерт сходить, супер, полежать там, книжку почитать, тоже классно, да, даже в журнал полистать, почему бы и нет. Ну, просто, когда люди смотрят там разные картинки, которые нейросеть там подобрала там, и причем смысл-то эти ленты, просто вдумайся, в компании вот, в Facebook там еще, смысл-то простой, глубина просмотра. Да. Все, то есть они тебе подсовывают контент, чтобы ты тупо вылезти не мог. Ну, ты раб системы, по-другому никак. А когда ты выбираешь фильм, выбираешь, что посмотреть, посмотришь и все. Если какая-то техническая информация, на X2, да, если какая-то там развлекательная, там просто смотришь, наслаждаешься, почему нет. Ну, просто тратить в пустую время, я не понимаю, я так же считаю, что в пробке в пустую время тратится. Если ты что-нибудь не слушаешь, параллельно и так далее. Ну, а так ты можешь еще в телефоне сидеть, если не укачивать, вообще классно будет. Ну, да, класс. Окей, и четвертый? А четвертого нет. Четвертого нет? Просто начните, да, и все. Нет четвертого. Ты ведешь, получается, на какой период? Если мы говорим, ты заходишь на проект, ты клиенту сразу говоришь, я сейчас про стройку, не говорю про личное, про личное, я думаю, что на месяцок у тебя расписано больше? Около месяца, да. А если мы говорим про проект, ты заходишь, взял проект, посмотрел, и говоришь, мы сделаем вам за 18 месяцев, примерно, вот мы там разбиваем и так далее. Еще хотел спросить, то есть ты сразу клиенту говоришь, что вот примерно вилочка такая, плюс-минус пару месяцев, в случае там чего, если нормально бабки платят. То есть сразу говоришь. Ну, конечно. То есть ты говоришь срок. Это существенные условия договора. И еще и сумму, плюс-минус вилочку, небольшую. Да. Прямо четко говоришь. Не четко. Букву знает, что там выйдет. Ну, да. В договоре прописано что? А договор не твой, да? Договор нет. У меня договор достаточно. Ну, слушай, у нас в любом случае по договору закрывается по объему фактически выполненных работ. Все, да. Сейчас вот я внедряю историю с предварительным уведомлением заказчика, сколько будут стоить те или иные виды блоки работ и уведомлением, и дополнительным согласованием какими-то тоже допов. Я просто, ну, устал немножко от увеличения бюджета непрогнозируемых. Это неприятно. И это проблема у многих. Я не хочу в эту игрушку играть. Мне гораздо спокойнее, когда заказчик уведомлен о том, сколько будет стоить те или иные работы. Спокоен мастер, спокоен я, спокоен заказчик. Если что-то появилось, заранее давайте согласуем, а не постфактум. Так честнее. И твои ребята, которые работают, у них тоже расписано. Ты у них спрашиваешь, согласовываешь с ними, ну, это, наверное, совместная работа, правильно? Ну, то есть, и получается, вы, как это сказать, вот план график, грубо говоря, платежей, план график всего, все составили и погнали, или как? Не, так не заморачивайся. Есть еще одно правило, кстати, если что-то можно не делать, лучше не делать. Ну, если что-то нужно делать, нужно делать. А если не нужно, я не вижу смысла, если заказчик уведомлен о сроках приблизительных. Не, ну, подожди, я имею в виду, вот реализации, вот тогда у нас заносится инсталляция, вот тогда мы привозим черновой материал, вот здесь мы делаем стяжку, ну, и так далее. Ну, у меня все в Асане. Ну, я знаю, да, что в Асане. Я просто смотрю, что там наперед, там, у меня каждую пятницу такой осмотр графика, я смотрю, там, приходит. А, прикольно. Смотри, смотря это какой день недели, это важно. У меня есть пятница, у меня есть пятница, пятница это день менеджмента, мы проводим его за компьютером, мы изучаем новые проекты. А суббота, воскресенье? А суббота, воскресенье, суббота обучения часто и выходной, воскресенье, выходной. Воскресенье ничего. Нет, воскресенье ничего. Хотя воскресенье тоже не работает. И субботу приоритетно ничего. Надо давать себе отдыхать. Окей, поехали, понедельник. В понедельник выполняем те задачи, которые были записаны в пятницу. Вторник выполняем и добавляем срочно. Ну, то есть, подожди, поехал по объектам, скупился. Я не езжу по объектам просто так. У меня не стоит задача приехать на объект. Что это за осмотр такой, да? Не, не, не. Ну, как бы убедиться в том, что все по графику идет нормально. У меня камеры стоят везде. Прям везде? Ну, конечно. Ну, что ты там видишь? Что ты увидишь в камеру? Ну, я вижу, что происходит. Я могу также прийти и посмотреть, что происходит. Есть задача поставить техническое задание, провести совещание, как вариант встречи, ради чего стоит ездить. Консультация с подрядчиком, провести совещание, да? То есть, второе, поставить техническое задание. Третье, уточнить техническое задание, допустим, да? Четвертое, приемка работы промежуточная или итоговая. Пятый, приехать, снять видеоролик. Все. Какие другие задачи могут там быть еще? Никаких. Какие-нибудь конфликтные ситуации, они же случаются? Нет. В смысле нет? Ну, слушай, назови меня, вот, человека, с которым бы я, вот, из индустрии нашей, у нас такая, вот, бывает, там, грызня, там, что-то еще, я не стараюсь ни с кем не конфликтовать. Ну, я тоже стараюсь вообще абсолютно ни с кем не конфликтовать. Вот это тоже, да. То есть, ну, да, не возникает? Нет, подожди, ну, у тебя на объекте может быть какая-то там спорная ситуация между мастерами. Да не бывает такого. Между другими подрядчиками и так далее. И заказчик пришел и начал говорить, вот здесь должно быть вот так. Что-то такого не бывает? Нет. Не приходит. Вот нет таких заказчиков, которые влазят вообще в вопрос. Нет. У меня другая проблема, я дозвониться часто не могу, а так вообще достучаться, дозвониться, не на связи люди. Люди занимаются своим делом. Это просто что-то, ну, купили человек квартиру, оплатил, ну, там все это собирается. Ну, люди так к этому относятся. Для них это не какой-то… Ну, просто многие сейчас смотрят нас и думают, что, короче, ты навяливаешь. Ну, у меня заказчики, я, кстати, удивился, я такой КСДФ проводил, я звонил заказчикам, спрашивал вообще, почему вам нужны мои услуги. Я удивился. Никто не сказал качество, всем не плевать, скорее всего, подразумевается, да? Но никто не сказал, что у вас там как классно сделано. Им пофиг на это. По факту, да. Согласен. Ну, то есть это по умолчанию, понимаешь? Да, это должно быть по умолчанию. То есть это просто по умолчанию. А основная ценность – это именно то, что есть человек, который занимается их недвижкой. Все. Ну, они уверены, что все нормально идет, все будет хорошо. Да, да, да. То есть это люди, у которых нет времени. Вот и все. Возможно, поэтому у них есть возможность оплатить эти услуги, да? Но у них нет времени этим заниматься. Купил и забыл, да? То есть вот, не знаю, сейчас кофе нам, например, понадобится. Мы же его закажем. С доставкой, задорого. Можем сходить в магазин, сварить, еще вырасти сможем. Можем вырасти, да. Ну, вообще, ну, зачем? То есть у меня люди, которые просто заказывают. Нет, здесь я согласен. Да, экономия времени – это важнейшее. Поэтому здесь нужно вот это понимать. Какие выезды? У меня четкая повестка. Зачем я приезжаю? Сколько я там времени проведу? Я знаю, что там в среднем встреча любая на объекте по техзаданию – два часа. Ну, можно крутить, вертеть – два часа, не меньше. Вот я сегодня тоже спланировал день. Правда, проб подвели. Но вот я приехал, у меня четко было расписано. Нет, это была идеальная запись. Мы сегодня записывали 12 частей мастера. Марк у нас является менеджером, личность менеджера. Он лучше всех. Это просто один дубль, внимание, один дубль, без заикания, запинания, без каких-то там, не знаю, сейчас, а вот это, как сказать, а вот то максимально четко, круто сформулированные мысли – просто мой респект. И в чем выданы на камеру. Вообще жесть. А я вам завидовался просто. Да, я просто такой сижу и думаю, блин, это что, ну реально. Это было просто божественно, реально. Ну, я старался время. Я-то насмотрелся тут много. Ты сократил идеально, наше время идеально просто. Лучше всех приехал, подготовлен. Мы ему даже ТЗ дали. Плохое по сравнению с тем, что он сделал. То есть он говорит, ладно, посмотри, короче, будет вот так, вот так, вот так. Мы такие, ну ок, я читаю от него сообщение, вроде бы надо что-то было тебе ответить. Но так было разложено, короче, что я просто не помню, что там сказал. У меня задача стояла – согласовать ТЗ. ТЗ согласовали, дальше будет. Да, да, да. Я представляю, что так же ты наверняка работаешь с клиентами. И это прям респект, просто респект. Да, то есть, ну вот понедельник, погнали. Выполнять просто задачи, я их обычно в пятницу раскидываю. Я думаю в пятницу, а делаю с понедельника по четверг. То есть планирование. Да, то есть я прям продумываю, ага, вот это, вот это, сразу звоню, там тому всему. Понятно, что какие-то прилетают задачи. Ну, 100%. Срочные. Не бывает же гладко. У тебя же не идут гладко ремонты, или ты сейчас скажешь, что у тебя гладко? Нет, 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 что я врать, что-то буду. Вот. То есть, ну, какие-то срочные задачи прилетают, я их туда закидываю, куда-то впихиваю график. Ну, и, ну, в принципе, все. Вот у меня на сегодня там стояло, там, со стальки-то до стальки-то. У меня там, по-моему, с 17 до вообще бесконечности, до нуля-нуля поставил. Вот сейчас у нас время, у меня до нуля-нуля у нас времени еще есть. То есть я понимаю, что мне никто не должен звонить, я должен закрыть все вопросы, то есть у пятая-десятая. Я еще приеду домой, там еще парочку дел сделаю, не лягу спать. И просто постоянно с ежедневником вот так вот. Мне это не кажется каким-то диким, зато когда я выполнил все задачи, я могу просто пойти прогуляться, проехать на самокате, просто так вот, не знаю, летом. И не думать, что я там какой-то преступник, который ленивый, знаешь, все работают, а ты кайфуешь. Ну, да нет, если ты все задачи свои закрыл. Можно, конечно, новые придумать. Такие 100 пудов, задачи всегда можно придумать. Можно придумать, да, но опять же они должны вести к цели, сначала цель, а потом задачи. Только так, по-другому никак. Короче, получается, что в ближайшие 5 лет мы увидим какое-то классное предложение от Марка с домами. Дай бог. Дай бог. Я думаю, что у тебя получится. Ты, кстати, никогда не задумывался, вот это сейчас шок словишь. Давай. Вот та точка, в которой ты сейчас оказался, ты не так уж и много выбора делал. Случайности играли свои роли. 100%. И ты в рамках случайности, знаешь, тебе есть... То есть ты, подожди, ты хочешь сказать, что у нас судьба сейчас только этому, что ли? Нет. Я немножко... Какие случайности? Сейчас я тебе объясню. Есть входящее событие какое-то, входящее событие. То есть ты можешь проанализировать какие-то ключевые точки. Скорее всего, это вообще не по твоей инициативе было. Ну, не знаю, ты родился, например, в каком-то месте и как-то вот в определенных условиях. Ну, вот так вот. Потом у тебя еще какое-то событие произошло. Еще. И оно всегда входящее. Оно не исходящее. Не из твоей инициативы. А твоя инициатива именно проявляется в том, как ты на это реагируешь. Ты можешь, например, даже, не знаю, конфликтная ситуация какая-нибудь возникает. Ты же можешь по-разному себя повести. Ты можешь там ударить человека, убить человека, успокоить человека и еще. Совершенно разный результат. То есть, получается, входящее событие поступает, ты открываешь новую ветку развития сюжета, еще какое-то входящее событие. Да, да. То есть это такая интересная, я иногда об этом думаю, а жутко становится. Но это интересно. Мы не особо влияем. Ну, как мы влияем? Мы влияем, получается. Это не только, как мы реагируем. Ну, вот кирпич на голову упадет, и все, и не влияешь. Вот и входящее событие. Ну, и ты бы мог предугадать это. Это, знаешь, мудрый человек из ямы, как говорится, умный из любой ямы выберется, а мудрый в нее не попадет. Нет, нет, я очень сильно верю в Бога, на самом деле. Вот как бы менеджмент, не менеджмент, я очень сильно верю в это. Потому что, знаешь, говорят, хочешь посмешить Бога, скажи ему о своих планах. Да, ну вот поэтому все может резко измениться. Я это понимаю, и поэтому есть какие-то входящие события, я просто думаю в силу своих знаний, в силу своей, не знаю, текущего состояния, принимая какое-то решение. На мой взгляд, верное. Потом новое какое-то входящее событие, и все. Это, кстати, первый фактор, наверное, основной. А второй фактор, многое решают знакомства. Вообще пипец. А знакомство от чего зависит? А вот здесь, кстати, зависит в том числе, а первое, как от случайности, так и от инициативности. Ты можешь на вечеринке, например, какой-нибудь там с кем-то общаться, знакомиться, посещать мероприятия. Да можешь бухать тупо. Рувима, да. То есть ты можешь унести оттуда кучу знакомых, каких-то там потенциальных партнеров, друзей, сотрудников, неважно. А можешь просто там словить похмелье. Но это уж твой выбор, дружище. Но то, что ты увидел это мероприятие, или кто тебя пригласил, это все-таки часто случайность. Ну, я часто вообще не понимаю. Ну, вот так-то все состоит из случайности, если так разобраться. Нет, ну, есть просто входящие события, оно случайно... Но все равно даже входящие события не от тебя. Ты не конкурсируешь. То есть ты, ну, смотри, ты поехал куда-нибудь в клуб отдыхать, или еще какое-то... А мог не поехать, а мог поехать в... Это твой выбор. Но тебя кто-то пригласил, ты откуда-то об этом узнал? Ну, да. Ну, откуда? Ну, откуда, да. Вот именно, откуда ты? Все, что ты не контролируешь, все входящие события. Ты же не отслеживаешь эту цепочку. Ну, потом, ну, эта цепочка может длиться, знаешь, там, череда событий. Ну, ты же не дежуришь, как кладку делают на, там, не знаю, или как, что там, ну, реально какую-нибудь кладку делают на верхних этажах. Чтобы не упалки. Да, причем на этапе, когда это делали, кладку, понимаешь, что смотри, я тут буду ходить. Но ты не можешь все предусмотреть. Нет, ну, это понятно. Поэтому нужно расслабиться и получать удовольствие, и принимать решения там, где это возможно. Где невозможно, ну, окей, философски нужно относиться ко всем. Ну, да. Это пневмрозы избавляют вообще. Что, финалим? Да, можем еще что-нибудь. Ну, давай, хорошо, ну, вот я смотрю, у тебя хорошо идет, предлагай. А? Предлагай. А про 101 хотелось? А что про 101? Феномен 101 в чем, по-твоему? В том, что не было прогнозируемое? Нет. Да, вообще, реально, я очень сильно уважаю и люблю ребят, правда. Ну, тут, я знаю, разные люди по-разному говорят. Ребята молодцы. Ребята сделали приложение, которое еще никто не сделал. Да, это сама по себе идея. Подписывайся под этим помощью. Я вот Вадима каждый раз поздравляю с днем рождения. Говорю, блин, ты вообще, вот, не знаю, тебя когда-нибудь не будет, а приложение останется. Или идея приложения. Ну, ты первый, ты просто прорвал эту историю. Это реально круто. Можно, ну, вот, раз. Второе. Ребята, ну, я знаю, как работают. Многие члены команды, да, молодцы. И я вижу, как они… Ну, в то же время, огромное количество хейта и негатива. Ну, и по делу. Ну, много запоротых проектов, много непонятных прорабов, которые рассказывали, что они 101, потом они открещались от этого, потом непонятно что, потом проекты бросали, ну и прочее. Давай так, не ошибается тот, кто ничего не делает. Да, да, да. А ребята постоянно думают над тем, что и как можно улучшить. И, соответственно, постоянно где-то изменяют модель. Ну, я, например, не изменяю вот эту модель. Ну, вот, она вот как-то стабилизировалась и все. Ну, вот. Ну, ты пришел, опять же, какими к этому путями? Страданиями. Страданиями. Да, вот. То есть, ну, я не изменяю модель. Ребята, они постоянно что-то улучшают. И они периодически натыкаются на какие-то вещи, которые действительно становятся прорывными. Ну, это реально, это круто, смело. Поэтому вот только респект и уважение. Просто все любят про там просто один поговорить. У меня вот тут такое мнение. Очень уважительное. И всех ребят, всем привет, кто смотрит. Всех люблю. Согласен. Ну, тут у нас сходится сильно мнение. Просто, еще раз говорю, всегда делю, всегда об этом говорил. 300 раз повторю, есть 101, кто занимается ремонтом и стройкой, и есть 101, которые делают приложения. И это... И они все равно расходятся чуть-чуть. То есть, у них расходится, ну, во всяком случае, вся та масса, которая... Зайди в Инстаграм и набери 101. И ты увидишь 50-60 аккаунтов, на которых 101, которые сейчас 101 вообще никакого отношения не имеют. Ну, это же не проблема 101, это проблема тех людей, которые... Ну, почему? Это отчасти проблема репутации. Это репутационная проблема. Ну, это не франшиза. То есть, ну, я могу сам что-нибудь написать там, да? Или какой-то левый аккаунт. Я же говорю, это феномен. Это все равно феномен России. Ну, красавчики. Я люблю всех. Правда. Ты собираешься вести нормально соцсети? Подожди, давай так. Давай вот об этом чуть-чуть еще буквально. Давай, не вопрос. Почему ты не ведешь нормально соцсети и не рассказываешь свой продукт полноценно? Смотри, есть соцсети компании. Да, сейчас это, конечно, можно... Ты же сад сделал себе. Да, отождествись со мной, да, потому что мы сейчас... У нас сейчас первая такая основная услуга, но единственная на сегодняшний день по факту услуга, это строительство интерьеров. И тот формат такой, что я занимаюсь управлением и контролем строительства. На мае это будет немножко... Это совершенно другая отрасль. Качество, ребята, вот кто смотрит, тоже будет. Подход тот же, все будет четко, уж поверьте. Но именно формат бизнеса другой, поэтому было сделано таким образом, чтобы есть в соцсети компании, да, изначально, которые сейчас ведутся, постоянно ведутся, можешь подписаться. Там мало подписчиков относительно, потому что они качаются, ну, они не качаются. Я вот лично с человеком общаюсь, вот с партнерами, я их всех лично знаю. И мне просто задача им давать какой-то полезный контент, напоминать о себе. Они для этого ведутся, есть определенная задача. Ты сам это опять же делаешь? Да, да. Сейчас, да, ну, я думаю, делегировать может как-то. Ну, снимать, например, сам, потому что я лучше раскрою экспертность, да. Ну, а потом это время, что и монтировать лучше самому оказывается. Нет, 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 я не заморачиваюсь там. Потому что нужно передать ту же самую экспертность. Нет, вообще без разницы. А в чем отличается съемка от монтажа тогда? Потому что я, если посмотреть формат роликов моих, это либо советы, то есть какой контент снимается. У меня он четко разбит по недельник, советы, пятница, как, что снимается, да. И я отталкивался от того, как минимизировать трудозатраты, при этом вести соцсети. То есть у меня снимается еженедельный обзор. А задача какая по соцсетям тогда, раз уж у нас соцсетям есть задача? По соцсетям, а доверие со стороны, в том числе, конечно, заказчиков, которые смотрят тоже, кто я, что я, потом доверие. Поддержание коммуникации с действующими партнёром. Чтобы не писать, привет, как дела, у меня тут классный проект. Ну, я это всем расскажу просто и всё. В телеграм-канале, там, в инстаграме, в ютубе, неважно. То есть здесь вполне понятные цели, каждый пост преследует свою цель. Эффективность – это? Эффективность – это, когда ты тратишь меньше ресурсов и достигаешь того же результата. Мы всегда должны знать, куда мы идём. Конечно. Это вот первично, да, наверное. Начнём с этого, да? Начнём с того, что нужно понять. Начнём с этого. И последняя, третья мудрость, которую я понял, это кто, если не я? Ну, типа вот… Ответственность. Ответственность, да. Ответственность. Вот такой это был подкаст. Класс. Я прям кайфанул. Всё, давай. Руби, Андрюха. А это не закончится. «Откерия» 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 Продолжение следует...